Тема лекции «Казахстан. Период гражданской войны». В результате установления советской власти на территории России создаются центры антибольшевистского движения, которые в результате привели к гражданской войне. Как известно, страны Антанты не признали Брестский мир, что привело к иностранной интервенции. В марте 1918 года в Мурманске был высажен английский экспедиционный корпус. В апреле 1918 года Германия оккупировала Украину, Крым, Северный Карпхаз. Румыния захватила Бессарабию, Владивосток заняла Япония. В этих условиях 25 мая 1918 года происходит мятеж Чехословацкого корпуса, когда восстали солдаты Чехословацкого корпуса, это военнопленные славяне из австро-венгерской армии, которые изъявили желание участвовать в войне против Германии на стороне Антанты. Корпус был отправлен советским правительством по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. Предполагалось, что далее он будет доставлен во Францию. Однако 25 мая мятежники захватили ряд городов Сибири, Урала, Северного Поволжья, Челябинск, Томск, Умкс, Самару, Уфу и другие. 31 мая контрреволюционеры взяли Петропавловск, Вьюни-Акмолинск, Адбасар, Кустанай, Павлодар, Семипалатинск. В результате уральцы Акмоли, Семипалатинск и большая часть Тургайской области оказались в руках белогвардейцев. Советская власть в Казахстане сохранилась в некоторых районах Западного Казахстана и Южного края. Белогвардейцы и алландшарденцы установили в захваченных областях кровавый режим. Основными центрами гражданской войны на территории Казахстана стали Оренбург, где 3 июля 1918 года атаман Дутов занял Оренбург, отрезав советскую Туркестан от Центральной России и создала Оренбургская пробка. Поддержал Дутовым Аллашарда. Следующим центром гражданской войны стало Семиричье. 1 ноября 1917 года Семиричинское казачье войско образовало войсковое правительство в городе Верном. 21 июля белогвардейцы со стороны Семипалатинска вторгли в Северное Семиричье, захватив Сергеополь. 22 июля создан штаб Семиричинского фронта, легендарной которой стала Черкасская оборона, созданная в селе Черкасском. Для поддержки Семипалатинска была направлена дивизия Аненкова, главнокомандующего Семиричинской армии. Третьим центром стал Уральск. В ноябре 1917 года создано было областное войсковое правительство Уральского казачьего войска. В марте 1918 года был организован антисоветский переворот в Гуреве атаманом Уральского казачества Толстовым. Таким образом, мы видим, что на территории Казахстана действовала армия Колчака, армия Дутова, армия Аненкова и армия Толстова. Своеобразная была позиция Аллаш-Орды в период Гражданской войны. В Самаре создается эсцерско-белогвардейское правительство КОМЧ, комитет учредительного собрания. На территорию Омска создается временное сибирское правительство, которое было заменено диктатурой Колчака в ноябре 1918 года. Аллаш-Орда начинает сотрудничать с этими органами управления в надежде на то, что получит поддержку для своей деятельности. Известно, что предварительно на переговорах с Лениным и Сталином Аллаш-Орда не получила поддержки, и им предложена была только культурная автономия в рамках их деятельности. 24 июня 1918 года на территории Аллаш создаются земские учреждения, в соответствии с которым при поддержке Комитета учредительного собрания и Временного сибирского правительства основными задачами были воссоздание общероссийской власти и предоставление возможности образования казахской государственности. 29-30 июля 2-3 августа комиссии правительства Сибири приходят о необходимости соглашения с Аллаш, иначе у них будет немецкая ориентация. Поддержка Аллаш была необходима в тот период для представителей Белого движения. В связи с этим Аллаш-Орда была признана органом власти казахского народа, которому разрешалось сборки пизочной подати, возможность создания церадинального суда, а армия создавалась на принципах, определенных военным ведомствам Сибири. 8 сентября 1918 года проходит Уфимское государственное совещание, где стоялся вопрос о создании всероссийской верховной власти. Здесь и присутствовали представители казахских областей Букиханов, братья Досмухамедовы, Байтурсынов, Танашпаев, Чукаев. На данном совещании было создано новое правительство, директория, представленное пятью представителями. Это председатель Афсенти, основными задачами которого была борьба за освобождение России от советской власти и воссоединение разрозненных областей России. К сожалению, здесь не было ничего сказано об Алашарде, и представители Алашарды не вошли в данную директорию, что, естественно, вызвало недовольство алашардинцев. Также необходимо отметить, что в период Гражданской войны была организована в июле 1918 года экспедиция с военной помощью Алиби Жангильдином, которая отправилась через Астрахань, Актау, Мыс-Заворот и 11 ноября прыгала на станцию Челкар. И таким образом способствовала победе большевиков на территории Северного Казахстана. Активно развернулось партизанское движение в период Гражданской войны на территории Кустаная. Также это прославленная Черкасская оборона на территории Северного Семерича во главе с Емельевым. В результате действия Южной группы Восточного фронта под командованием Фрунзе был нанесен сокрушительный удар по колчаковцам в июне 1919 года. В июле Чапаевская дивизия освободила Уральск. Осенью 1919 года армия Тухачевского освободила Северный и Восточный Казахстан. В июне 1920 года был ликвидирован антисоветский мятеж в городе Верна. После переговоров с Колчаком, который крайне категорически отнесся в сотрудничестве с Алаш и предоставлении автономии Алла Шарды, происходит переход Алла Шарды на сторону советской власти. В марте 1919 года бойцы Турсынов совместно с Жангильдином выехали в Москву для ведения переговоров в Казахский отдел народного комиссариата по делам национальности о переходе Алаш на сторону советской власти. С ноября 1918 года репрессии Колчаковского режима против эсеров и алашевцев привели к тому, что этот процесс приобрел более активный характер. Советская власть, которая была заинтересована в грамотных, образованных, авторитетных людях, привлекла на свою сторону представителей Алла Шарды. В период гражданской войны на территории Казахстана осуществлялась политика военного коммунизма. Как известная советская власть объявила о государствении собственности наседства производства. Так называемая красногвардейская атака на капитал. В результате была осуществлена конфискация и контрибуция. Основной процесс в экономике советского периода, начального периода, была национализация промышленности, которая проходила в три этапа. В феврале и июне 1918 года национализация отдельных отраслей промышленности. В июне-декабре 1918 года национализация всех предприятий крупной промышленности. В период с декабря до НЭПа национализация всех предприятий мелкой и средней промышленности. В период обретения независимости Казахстана в 90-х годах мы будем видеть обратный процесс, когда происходит денационализация и как раз-таки начнется она с предприятием мелкой и средней промышленности, процесс приватизации. Принимается закон о социалистическом землеустройстве, то есть перехода от единоличных форм землепользования к товарищеским, таким как советские хозяйства и коммуна. Как известно, в январе 1919 года в условиях военного времени была введена продразверстка мяса, которая привела к продовольственной катастрофе. В условиях военного времени пассивные площади сократились на 55% и в результате к 1920 году не работало 891 предприятий. Таким образом, в экономическом плане можно говорить о тяжелом экономическом кризисе. В результате гражданской войны, таким образом, происходит установление советской власти на все территории Казахстана и была в результате деятельности большевиков устранена возможность создания казахской национальной государственности в рамках деятельности Алаш Орды. Спасибо за внимание!